У нас сегодня распаковочка очень интересная, приехала нам такая здоровенная круглая панопластовая коробка, вес согласно накладной 8 килограммов у нее, в ней электромотор, электромотор для футбайка здесь должен быть, директ драйв на полтора киловатта. Сейчас я вот это все как-то, там такая упаковочка в желтом скотче интересная, все замотали, герметично, сейчас откроем, проверим, действительно ли там мотор для футбайка, как он выглядит, по крайней мере будете знать, как это все упаковано, как это приезжает, как он видит, оп, так, сейчас я все это отдал, 8 килограммов, как написано на коробке, попробую вытряхнуть, распаковка, это для китайцев тоже снимается, шикарно, действительно упаковка классная, не смогла сломать, но наша курьерская служба, не раскороши спиноклассы, здесь ничего нету Да, действительно для футбайка, никаких маркировок я пока не вижу, только серийный номер, нигде ничего не написано, количество спиц я надеюсь стандартное, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, да, стандартно 36, какая-то тут наклейка, 1000 ватт, господа, 48 вольт, 1000 ватт здесь написано, то есть не полтора киловатта, по бумажке-то на самом деле, ну, по большому счету без разницы, потому что он все равно будет тянуть полтора киловатта, они все одинаковые эти движки, что полтора киловатта, что киловатт, разъемчики вот такие, проводочки тонущенькие, ну да, то есть это реально киловаттник, это реально не полтора киловаттник, видите, не очень тонкие провода, разъем вообще полная фигня, придется все это перепаивать, переделывать по-другому, штекер, штекер не герметичный, какие обычно замыкает, если кататься в плохую погоду, что тут у нас еще есть, ну, под трещотку, потому что, в принципе, нам нужен сингл, а, ну, вот гайки, гайки, видите, да, прикольные, то есть эти колпачки, наверное, их надо будет снимать, чтобы нормально затянуть, руками, что-то, вот получилось, то есть вот это все затягивает сначала ключом, а потом девается колпачок, шайбы проставочные, типа усилителей дропаутов, сейчас посмотрим на фрезеровку, на соосность фрезеровки, вот так вот видно, ну, соосность, конечно, во-первых, видно, да, что ось-ка немножечко, чуть-чуть кривовато, соосность не идеальная, немножечко, может она кривоватенькая, ну, в принципе, это нормально, у китайских моторов, все хорошо крутится, там подшипнички стоят, такая подточка, как же это интересно между диском, посмотрим, примерим потом, как это все зайдет, в принципе, должно нормально получиться, ну, не знаю, видимо, здесь шайбу придется ставить, что-то здесь поместилось, ех, окей.